Здравствуйте! Новогодние праздники продолжаются. Мне пришли посылки с Китая и со всякими полезными штуками для мастерской. Я решил с вами поделиться. Формат такой новый для меня, но возможно вам это пригодится и возможно это можно будет снимать серию и на постоянной основе что-то распаковывать и показывать, что я заказал себе в мастерскую. Пришли посылки, сейчас по очереди распакуем, посмотрим. У меня есть предположение, что пришло, но заказывал их много, так что сейчас уже не вспомню, что есть. Так, давайте начнем. Заказывал зажимы для каретки циркулярной пилы. Правда, я думал, что они побольше, но я думаю, что найду им применение. Сейчас, может быть, попробовать их собрать. Наверное, как-то так собираются. Один регулировочный болт, скорее всего, идет вниз. Потом, скорее всего, вот эта штука. Так и так. Да, это для каретки. Я не знаю, конечно, по размеру это подойдет или нет. Они показались мне очень внушительные по размеру на картинке. Но теперь, я думаю, они все равно мне пригодятся или для фрезерного стола, или для торцовочной каретки. Ну да, как-то так вот они работают. В любом случае, уже отталкиваясь от этого размера, я буду знать, какие заказывать себе штуки в следующий раз. Так, ссылки будут в описании к ролику. Если что, вот они не реферальные, искал самую низкую цену. Вот, если что-то найдете получше. Кстати, вот они маленькие, может быть, кто-то уже из вас заказывал. И если знаете проверенного продавца, который делает их больше, выпускает, продает, я бы, ну, думал, что они примерно вот так вот будут размером такого. Раза в два, наверное, больше. В общем, кто сможет поделиться ссылкой, поделитесь, буду очень благодарен. Следующую распакуем. Посылка потяжелее. Ага, это керно и ограничители. Так, набор керен, наверное, их можно назвать. У меня одна штука. Я пользуюсь одним керном постоянно и решил себе заказать набор несколько разных, под несколько разных диаметров. Вот, они есть и с гладким, как эта штука называется, с гладким основанием, с цилиндрическим. А есть под шуруповерт. Обязательно посмотрю их, проверю, как они работают. Ну, заточка такая, вроде бы, вроде бы ничего, на вид, по крайней мере. В общем, вот так тоже такой набор, чтобы кернить. Отложим пока. Так, а это набор ограничителей под разные сверла. Например, четверка. Возьму четверку. Вот она сюда лазит. Как раз, может быть, даже и пятерка сюда поместится. Выставлять ограничение сверления. Затягиваем. Вот так получается. Не очень. Нет, все-таки это, наверное, на четверку или пятерку подойдет. А сюда подойдет другое по размеру. Так, где она? Вот это вот было здесь. В общем, плотно достаточно все входит. Так, ну-ка, попробуем. Нет, сюда уже четверка не идет. Сюда идет, наверное, только тройка. Померим, вот тройка подходит. Вот это для тройки. И здесь несколько, здесь несколько ограничителей под разный диаметр сверла. Интересно. Так, вот это. Нет, это не под десятку. Вот это, наверное, под десятку. Да, вот это под десятку. И то, почему-то она люфтит. Так, пока же сложу все на место. Штука полезная, я думаю, и пригодится. Опять-таки, все есть, ссылки будут в описании. Следующая посылка. Вспомню, это у нас соединительная фреза. Следующая посылка у нас это электронный угломер. Заказывал специально. Он магнитный должен быть. Да, магнитный. Вообще, незаменимая штука для выставления угла пилы на циркулярной пиле. Купил я его даже заранее, чем свой распиловочный станок. Но был уверен, что он мне понадобится рано или поздно. Поэтому заказал его раньше. Но пришел он у меня чуть позже, чем распиловочный. Посмотрел, сколько здесь стоят аналоги. Хотел купить сначала в России. Но разница почти в 3-4 раза по цене. Решил подождать и заказать на Али. В общем, в конце видео узнаем, можно ли на моем распиловочном станке поставить угол 45 градусов. Потому что слышал уже от двоих, что на моем станке с этим проблема. То есть угол не выставляется. Вот попозже как раз и узнаем. К электронному угломеру идет инструкция. Она на английско-китайском. Я думаю, без проблем с этим разберусь. Последний на сегодня. Плавный пуск для той же циркулярки. Такая большая коробочка и такая маленькая штука. Циркулярка у меня бюджетная. Выглядит она, конечно, дизайн в Сандрале с Деволта. Все-таки она бюджетная. И, разумеется, плавного пуска там не было. Как только купил станок, я сразу же заказал плавный пуск. Потому что предупредили, что вал у станка может... и подшипники могут расшатываться. То есть чем быстрее я поставлю плавный пуск, тем дольше у меня станок прослужит. Один из ближайших роликов будет посвящен именно установке плавного пуска. Схему мне уже скинули, подключение. Так что буду устанавливать и вам расскажу. Ну что, попробуем вот эту штуку в деле. Так, ну что. Поставили батарейки. Здесь подсветка включается. Интересно. Насколько корректно здесь показывает уровень стола? Везде 99. Здесь у меня пол совершенно неровный в мастерской. Вряд ли стол здесь. Распиловочный станок стоит здесь ровно. Ну, давайте проверим именно на пиле. Ну, в общем-то, 45 градусов. Магнитная часть только одна. Так, и показывает она 45. Показывает 45,7. Но, скорее всего, погрешность здесь может быть из-за неровности стола. Давайте попробуем выставить угол. Ну, в общем, теперь понятно, почему многие говорили, что на этом станке очень тяжело выставить угол 90 градусов. Все дело из-за дешевизны. Управление просто не предусмотрено. Изменение угла плавно. То есть, настройка достаточно грубая. Ну, я думаю, что за эту цену станок в любом случае интересный. И прибор для измерения угла тоже, я думаю, пригодится. Всем спасибо за внимание. Если формат нравится, дайте знать в комментариях. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok